Депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко подключается к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, какая последняя информация о пострадавших в результате ракетно-дронового массированного обстрела Российской Федерации, который она осуществила вчера по Украине? Финальная информация по результатам разбора завалов. Трое погибших, 25 раненых, более 150 семей пострадали, потому что разрушено их имущество полностью или частично. Два подъезда дома, возможно, не подлежат восстановлению и будут не приспособлены к дальнейшему проживанию. Какие в целом разрушения домов и инфраструктуры? Насколько серьезно, насколько много таких объектов, которые не подлежат уже восстановлению? Семь домов частного сектора крайне серьезно пострадали. Два не подлежат восстановлению. В принципе, их уже не существует. В отношении остальных пяти исследуется, принимается решение о возможности восстановления или же демонтаж будет более экономически целесообразней, нежели ремонт. Что касается многоэтажного дома, пострадавшего от взрыва, несмотря на то, что взрыв не пришелся непосредственно в дом, а был рядом, именно поэтому это позволило избежать большого количества жертв. Но ударная волна была настолько сильная, что были повреждены основные конструкции. Удастся ли их восстановить? Сейчас работают специалисты и выясняют, насколько внутренние повреждения серьезны и не будет ли ситуация, при которой через определенный период выяснится, что дом все-таки подлежит снова. Что скажете о Днепрогрессе? Восемь ракет российские оккупанты направили по гидроэлектростанции. Днепрогресс повреждено, серьезно повреждено дорожное полотно, повреждены конструкции, несущие дорожное полотно. Для понимания, Днепрогресс состоит из нескольких частей. Нижняя часть, это упорно выражает сама непосредственно плотина, сдерживающая воду. Она серьезно не пострадала, и прорыва воды нет, и угроза прорыва нет. Это часть, связанная с непосредственно работой гидроэлектростанции. Два марш-зала, в которых стоят турбины, они серьезно пострадали. Более того, они и были основной целью врага, который наносил удары. Соответственно, они остановили свою работу. Сейчас решается вопрос о их техническом восстановлении. Сколько это время времени, точно неизвестно. Отдельные системы уже удалось восстановить. Но электроэнергию они пока не генерируют. И непосредственно дорожное полотно, которое сверху находится над плотиной, оно существенно пострадало. Но вчера вечером уже удалось запустить первые, скажем так, автомобили, которые смогли проехать по плотине. Не о полноценном восстановлении движения говорить еще рано. Необходимы будут серьезные работы. Но экстренные службы при необходимости смогут проезжать плотиной. Поэтому это не в данной ситуации поможет не столько в городском движении и поможет при работе экстренных служб. Но есть ли примерные подсчеты, понимание, сколько нужно времени для того, чтобы возобновить Днепрогаз, восстановить Днепрогаз? И есть ли примерные подсчеты об убытках, которые нанесла своей ракетной атакой дроновая Российская Федерация Запорожья? Для подсчета об убытках сейчас все ждут цифру от Украинерго, которая должна посчитать, сколько займет восстановление непосредственно машинных отделений Днепрогаза. Если же мы говорим о несущих конструкциях дорожного полотна, то здесь сумма ущерба еще рассчитывается и будут запрашиваться деньги на восстановление. Это объект государственный, стратегический, и поэтому очень важно правильно все сделать. Но о полусроках полноценного восстановления из озвученных ранее цифр говорится о том, что это займет не менее двух-трех месяцев. То есть все лето проплатина будет, скажем так, в таком печальном состоянии. Сегодня ночью утром Российская Федерация продолжила террор Украины, в частности Запорожской области, с территории временно оккупированного Крыма запускала шахеды. Что известно об этой атаке? Удалось ли ликвидировать украинским силам противовоздушные обороны эти шахеды? Или, к сожалению, возможно есть попадание? На территории Запорожской области попаданий нет. По гражданским объектам так точно. По поводу ликвидации, насколько мне известно, частично удалось ликвидировать. Частично они полетели дальше на территорию Днепропетровской области. Но в принципе ситуация с шахедами, так как Запорожье, все-таки частично оккупированный регион для Запорожской области нормальная, к сожалению. И шахеды здесь частые гости, практически ежедневно летают, используются в боевых целях врагами регулярно. А поражение их тоже заставляет определенный процент. То, что попадает в каждое так, как правило, в средства массовой информации, связано с атаками на гражданскую шахтуру. Но они же используются еще как военные, для военных ударов. Ну и эти звуки, эти военные, местные жители слышат довольно часто. Что по состоянию на сейчас в Запорожьей области со светом, со связью, с водой, с отоплением? Отопление есть, работает в плановом режиме, связь есть, были небольшие сложности. Утрубненная была связь вчера утром, но к обеду ситуация стабилизировалась. Электроэнергия тоже присутствует. В отдельных регионах территория города было отключение, но это было отключение, связанное не со снижением генерации, а в первую очередь с необходимостью технических переподключений, перенаправлений линий, то есть для стабилизации самой системы. Особенно в связи с тем, что не только выбыло Днепрогресс из системы генерирующих мощностей, но и перенаправили электроэнергию на поддержание системы безопасности на атомной электростанции. Вот, кстати, о том, что на атомной электростанции, я так понимаю, что удалось переподключить к украинской энергосистеме ее или нет? Еще несколько дней назад удалось восстановить вторую линию обеспечения системы безопасности атомной электростанции, поэтому, когда была повреждена АЭС, на АЭС удалось по этой второй линии запустить вторую резервную систему электропитания, и система безопасности работает в условно-статном режиме, то есть никаких угроз на атомной электростанции на данный момент нет. Кроме того, непосредственно на атомной есть генераторы, которые должны до 28 дней обеспечивать работу системы безопасности за они ждут своей генерации. Неизвестна ситуация с топливом, насколько оно там есть для этих генераторов, в каком они техническом состоянии, что там, с ремкомплектами и так далее и тому подобное, но эта система была предусмотрена, и, как показали блэкауты прошлого года, в принципе, никаких серьезных угроз не было, генераторы справились со своей задачей. Будем надеяться, что если повторится ситуация, то и здесь тоже безопасность будет обеспечена. Регулярно подвигается Запорожская область и сам город Запорожье обстрелом со стороны российских оккупантов. Как в таких условиях функционирует город Запорожье и Запорожская область? Ну, как бы это цинично ни звучало, но город уже привык. Город, в принципе, живет практически полноценной жизнью. Да, сказывается на глобальных процессах, в частности, бизнес старается уйти из Запорожья, к сожалению, релаксироваться на другие территории, потому что здесь проблемы с безопасностью, проблемы с кадрами на самом деле, потому что многие люди выехали, проблемы техническими определенными моментами, но в большинстве своем город уже настроился, живет полноценной жизнью. И если не обращать, условно выражаясь, не обращать внимания на дни обстрелов, то на первый взгляд может показаться, что город абсолютно нормальный, здоровый, и ничем не отличается от условного Днепра или же Киева. Сергей, спасибо вам за то, что нашли время с нами пообщаться с депутатом Запорожского облсовета. Сергей Милышенко говорили о ситуации Запорожской области и о последствиях вчерашнего массированного ракетно-дронового удара российских оккупантов по Украине и Запорожской области, в частности. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.